Здравствуйте, мои зрители! Тут у меня накопилось очень много в комментариях вопросов ко мне. Достаточно много. Что надо разложить? Я так думаю, что очень интересно будет людям по поводу жены Зеленского. Вопрос такой, что какую роль она играет в семье, и какую будет она играть роль во время правления Зеленского. Как-то она будет влиять на него, чтобы он что-то сделал в политике. То есть какие-то советы от нее. Или как-то она будет вмешиваться в дела мужа. Сидя там дома, будет обсуждать, естественно, там политика, все. И будет ли она как-то вмешиваться в политику, давать какие-то свои советы. И интересно будет, чем она все-таки будет заниматься во время именно правления Зеленского. Чем ее будет основным занятием. Вопрос очень довольно-таки сложный. Но дело в том, что все говорят, что почему я сразу не раскладываю по картам. В принципе, я уже сделала расклад. Вот сейчас я вам покажу, какой расклад. В принципе, расклад по картам у меня уже есть. Сейчас просто я вам сделаю интерпретацию этого расклада. Я вам объясню, почему. Потому что, во-первых, вопрос очень большой. А во-вторых, я не хочу врать. И мне нужно время для того, чтобы сосредоточиться на определенном вопросе. Я же говорю, у меня не только карты. Я больше вопрос получаю сверху. И мне надо все это дело обдумать. И как вам лучше это дело преподнести. Как рассказать этот расклад. Потому что картинка одно. А вот интерпретация этой картинки это совсем другое. Что я вам хочу сказать по поводу жены Зеленского. Значит, вышло у меня такое, что какую роль она играет в семье. Значит, в семье она играет достаточно... Она очень сильная женщина. Образованная, сильная. То есть она как бы имеет влияние в семье. Но она больше как творческий человек. Получается, она настолько очень корректная. В общем, корректная, воспитанная женщина. Она понимает, когда вот в разговоре там или в какой-то там споре надо чуть-чуть отойти в сторону. Вот она вот это очень, очень это чувствует. И она является в своей семье как аккумулятором каким-то. Вот вдохновителем, вдохновителем идей. Вот то, что вот они... Как бы квартал 95, там, Лего Смеха, еще вот какие-то творческие идеи. Она вот это, как бы от нее это исходит. Но тем не менее она хочет оставаться в тени. Ее, в принципе, не видно по телевидению. Вот, а на, как бы, по телевидению муж ее светится, показывается, светится. Ему это нравится. И она его вдохновляет. Но генератором идей всего этого творчества является именно она. Вот. У них нет такого, что там кто-то из них властвует, значит, или муж, или она над мужем. Такого нет. У них очень порядочная семья. Они друг к другу прислушиваются. Вот. Никакой там власти друг над другом нет. То есть очень хорошая семья. Вот. Ну, просто генератором идей. Вот она вот является творческим человеком. У нее это получается очень хорошо. Он к ее прислушивается, сам Зеленский. И продвигает ее идеи. У него получается продвижение этих идей. Вот. То есть она это сделала, она это сказала, а он это продвигает. Вот. И они совместно как бы решают. Это такой совместный тендем. Довольно-таки очень порядочная семья. Вот. И, ну, в принципе, я вам сказала о том, что там, что происходит у них в семье. Нормальная, спокойная, порядочная семья. То есть женщина очень порядочная. В принципе, все ее видели по телевидению. Вот. Она очень сильно переживает за своего мужа. Очень сильно переживает. И вот вопрос о том, что будет ли она влиять на политику, как есть первая леди, влияет на мужа в политике, и он делает определенные поступки. Такой я поняла вопрос, меня задали. Вот. Долго я, конечно, сидела вот этот расклад, но понять надо было. Вы знаете, ну, вот вышла как бы вот интерпретация гроб, гроб, общество, общество, развилка дороги, вот дороги. Ну, я вам скажу так, что гроб это не это самое, неплохая карта, очень достаточно хорошая карта. Значит, на политику, на политику она влиять не будет. Естественно, в семье они будут обсуждаться, как обычно, за столом. Но так как она влияла, например, там, Раиса Горбачева влияла на Горбачева и проводила политику, и светилась в обществе там это все. Ей это общество неинтересно. Она не хочет светиться ни в каком обществе. вот, не хочет вмешиваться в политику. Она творческий человек, ей интересно творчество, творить. Ну, конечно, будут какие-то советы, вот что-то, но она больше вот как вдохновитель, потому что она его не поддерживала, что он пошел в президенты. Это уже она и открыто, в принципе, так говорит. И вся вот эта вот политическая кутерьма, ей это неинтересно совершенно. Вот, но она стоит перед развилкой двух дорог. Все-таки ей придется исполнять какую-то роль. Вот, то есть суетиться, вот какая-то суета в этой вот политической. Ей придется, но это ей вообще, и против ее души. Не хочет она этим заниматься. Ну, естественно, она в выборе мужа поддержала его за то, что в политике там такие волки, а он все-таки творческий человек. Вот, и она очень сильно его поддерживает и переживает за него. Естественно, будет появляться на каких-то там, куда надо там поехать, будет с ним появляться. Но активный роль, вот, она не будет. Так вот, вы же видели, там, у Порошенко жена бесконечно с ним ездила. Раиса Горбачева, так это вообще уже там леди такая, что она везде. Везде, где надо и не надо, она там была. Вот, а она этого делать не будет. Она, она как в стороне будет. Просто в стороне поддерживать своего мужа и вдохновлять его, как стена. И она будет служить мужу для, как бы, он будет приходить домой после этих политических баталий и то, что на него свалилось. Она его будет просто дома успокаивать, поддерживать. Для него главное будет, чтобы он пришел домой, и его семья, и оказаться в кругу семьи, где его любят и ждут. И там политикой даже, даже в семье сильно политикой там не будет распространяться. Он тоже не будет особо травмировать себе семью, стараться вот сохранить тот покой, который у них все есть сейчас. Все-таки семья достаточно очень творческая семья. Вот, по поводу правления я вам ответила. И чем она будет, еще третий вопрос, чем она будет заниматься в то время, когда он будет президентом, это в течение пяти лет. Ну, я уже сказала, что она будет есть какие-то приемы, где это обязательно ее присутствует. Где это не обязательно, она там появляться не будет. Вот, ну, то есть такое. Будет она заниматься творчеством, семьей, никакие она там какие-то фонды, как многие возражают. Ничего она вести это не будет. Вот, творчеством, как вот этот квартал она, так она и будет как бы вести, вдохновлять там идеи и все. Вот, то есть семьей, детям и творчеством. Вот, как бы, такое. Конечно, на нее навалилось это все сложно, но все-таки от творчества она не отойдет. Ей это интересно. Ну, если хотите сказать, как бы могу вам показать эти карты, каждый интерпретирует это по-своему. То есть она остается в кругу своих друзей, которых она уже наработала. Вот, ну, это квартал 95, какие-то друзья творчества. Никуда она от них не отойдет. Ну, и будет вот, как бы, больше будет просиживать, как бы, дома. Не будет она в эту политику, светскую жизнь, это лезть везде. Не будет она этого заниматься. Вот, то есть, вот такой ему ответ получился. Может, кому-то нравится, когда вот так карты раскладывают, но у меня немножко другой подход к картам. Я уже каждое видео, наверное, буду людям объяснять, что, ну, что карты. Ну, я вам показала вот этот расклад этих карт. Ну, кто что понял, просто на каждую карту идет вот свой посыл. А посыл идет сверху, понимаете. Вот, то есть, ну, такое. Мне пришлось, конечно, посидеть, подумать, как вам это рассказать. Ну, в принципе, вот, как бы я вам все рассказала. Хорошая семья, не политическая, вот, творческая. Друг друга поддерживает в семье. Чтобы там плохо не было, они поддерживают, стараются найти какой-то выход в семье. Ну, такой мой вопрос. Ответ на вопрос, даже на три, на три вопроса. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может, кому-то это интересно. До свидания.